Куполинка, куполинка, солнная ночка Под вином артистов отряд из четырех девушек должен проникнуть в тыл к немцам и подать радиосигнал. Для внедрения девушки проходят серьезную боевую подготовку, ежедневные марш-броски, обучение боевым приемам и метанию ножей. У каждой героини своя непростая судьба, свой характер, который и раскрывается во время спектакля. Актриса Наталья Прокопенко играет роль Вероники Кремис. По сценарию еще до спецзадания Вероника с сестрой пострадали от рук фашистов. И с тех пор девушка практически не спит. Сыграть эту роль, признается Наталья, оказалось делом непростым. Самым сложным было представить себе человека, который два года не спит. Вот насколько ее должно было потрясти то, что с ее сестрой сделали, что она ни на минуту не спит. Ну естественно я искала материал по болезням, да, это же болезнь считается. Как она должна себя вести, где у нее, как дрожат руки, как. Там целую биографию написала. Очень много нового для себя узнала именно вот про таких людей. Моменты зависывания у нее же всегда есть, когда она вспоминает. Каждый раз она по этому осну приможет. Она просто видит все это. Эта роль, во-первых, она у меня на сопротивление, потому что я обычно играю таких мягких людей, да. А здесь майор особого отдела, чекист, который людей может отправлять на смерть, не моргнув глазом, да. Мы все-таки пытались показать этого майора особого отдела не так, как это принято показывать, да, что они такие все гады и мерзавцы, а что он тоже человек со своей болью. И что ему приходится быть таким. Приходится отправлять людей на смерть ради спасения страны, ради спасения миллионов. Спектакль «Не покидай меня» режиссер Валерий Гришко поставил к 75-летию победы. Из-за пандемии коронавируса зрители увидели его только в телевизионной версии. А теперь спектакль будут показывать в культурных центрах области, а также во многих регионах. В драматической балладе используется кинохроника. Закадровый текст читает автор пьесы белорусский драматург Алексей Дударев. Он не смог приехать на премьеру. В процессе работы над пьесой я поехал в Белоруссию, в город Минск, к Алексею Ануфричу Дудареву. Это не просто талантливый, удивительный человек, в чем я убедился, познакомившись с ними, но еще и председатель союза театральных деятелей. Возникла идея, у нас дважды используется кинохроника, и был дикторский текст. Я попросил его, говорю, пусть хотя бы голос ваш будет с нами. Так, это наши лузейчики хулиганят. Все готовы? Да. Гремя сперва. За ней радосты. За Центгурский, а потом Татьяна, я звыкающий. Ну, давай, Дмитрий. Для согрева. Укатнуть? Укатнуть, выкатать. Все готовы. Давай. Пошла. Зрители смогут увидеть премьеру спектакля 3 сентября. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.